Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я в этом видео хотела бы показать такие кадры с 31 числа. Начался он у меня, новогодний праздник, скажем так, не празднично, я бы так выразилась. Вообще, чем вы кормите всех своих домашних до новогоднего стола? То есть, все что-то кусобничают, что-то понемножку едят или как? Я решила с вами сделать калачи на сковороде творожные. Здесь у меня 500 грамм творога, яйцо. В общем, все ингредиенты я вам подпишу внизу в инфобоксе обязательно. Возможно, кому-то на январские праздники этот рецепт очень даже пригодится. Мои домашние очень любят вот эти калачи. 500 грамм творога. Кстати, творог этот я покупала себе покушать, но в итоге его так не съела. И решила сделать вот такие калачики, чтобы творог тоже не пропадал. Так что как раз вот в течение дня мои, в общем, ели, чтобы не хватать ничего, не кусовничать со стола. Или вот как у вас обычно происходит? Что-то подъедает, что было приготовлено там на другие дни? Или пытается что-то съесть из того, что вы готовите? Мне на самом деле очень интересно. Я как-то вот в этом году на самом деле задумалась. Обычно у меня подъедает все то, что вот было наготовлено накануне, но не к праздничному столу имеется в виду, да, а вот что-то такое там, суп какой-то и какие-нибудь там, не знаю, может, котлетки, что-то в этом духе. Все это у меня, ну, в таком виде кусовничества, я бы так это назвала, все это у меня подъедает. Вот я здесь вымешиваю хорошенечко тесто, и как вы видите, я постоянно подсыпаю муку. Тесто не должно липнуть ни к столу, ни к скалке, ни к рукам, вот, но его нужно хорошенечко вымешивать, так как там творог в основном, да, вот, и, в общем, хорошенечко вымешиваю, потом уже буду раскатывать. То есть я не сразу кладу то количество муки, которое указано в рецепте, и всегда так делаю, чтобы не переборщить, чтобы тесто не получилось слишком таким крепким, наверное. Оно должно быть такое мягенькое, эластичное, настаиваться давать ему не нужно, сразу же мы раскатываем, и, на самом деле, форма вот этих калачей, она может быть абсолютно любая, как вам нравится, но я делаю вот традиционно, скажем так, по тому рецепту, как было написано, да, как я его нашла когда-то давно, я его уже показывала на своем канале, но так как 31-го готовила, решила как бы с вами тоже поделиться, вдруг кто из новых моих зрителей еще не видел такой рецепт. Он очень классный, мне кажется, вот на новогодние праздники, знаете, после того, как погулял на улице, где-то пришел, и чай вот с такими калачиками попить очень-очень вкусно. Мои называют их пончиками. Тесто нужно раскатывать, ну, примерно толщиной в один сантиметр, хотя у меня каждый раз, мне кажется, по-разному. И обжариваем мы вот эти вот калачики наши на масле, на сковороде. Потом мы их в духовке, получается, невкусно, скажу сразу. Потом мы их будем перекладывать на бумажное полотенчика, чтобы стекла лишний, лишний жир стек, да, и как бы замечательно подавать к столу. Я обязательно посыпаю сахарной пудрой, и еще сахара по рецепту я кладу больше, чем там указано, раза в два, наверное, потому что иначе они такие очень пресные. Ну, получается, я посыпаю сверху еще сахарной пудрой, они вообще получаются такие прям сладенькие, творожные, и обязательно добавляйте туда ванилин, хотя и без него тоже можно, и без него я готовила, но с ванилином любая выпечка, особенности творожные, она получается такая более ароматная, скажем так. Вот у меня уже тут не разогрела сковородку, хотя надо обязательно разогревать, прежде чем их жарить. Вот, и вот такие вот они получились, это вот сверху у меня такие кусочки, ну, скажем так, остатки теста, и я их обсыпала с сахарной пудрой обязательно, вот эти маленькие, их у меня очень любят именно такие маленькие кушать младший сынок. Так что вот напекла калачи днем 31 числа, чтобы мои мужчины, ну, как раз почти до новогоднего стола, они их жевали, даже чуть-чуть немножечко осталось у нас. Вот, они очень вкусные получаются, супер. Ну, и, конечно же, как и все, наверное, просмотр старых фильмов. Все-таки не надъедают эти фильмы, не знаю, именно 31 числа хочется их смотреть в такой уютной атмосфере. И, ну, фильмы это, конечно, классика, у меня даже дети с огромным удовольствием их смотрят. Напишите, смотрите вы их или нет. Я вот 31 числа, это просто, ну, традиция уже для многих. Здесь у меня уже варится картошечка к оливье, рис подготовил муж, точнее, он у него варится для роллов. Будем делать роллы, и оливье я все-таки сделаю, положу их в маленькие тарталетки. Яйца у меня уже сварены. А это у меня тут накануне детки написали письмо Деду Морозу. Вот, тут младший оформлял все это. В общем, повесили на елочку, чтобы к нам обязательно пришел Дед Мороз. Елка у нас так страдает до сих пор. Видите, дырка такая, это Леофан сделал. Пролез в нее, там сидит, игрушки все стягивает. В общем, для него прям развлекуха целая. Но благо у меня игрушки не стеклянные. Вот и сам вредитель елки лежит, катает эти шарики, все бегают за ними. В общем, красавчик наш еще тот хулиган, я бы так сказала. Ну, дальше, видите, мы тут, младший играет, смотрим фильмы. В общем, не знаю, очень мне нравится такая атмосфера новогодняя. Именно вот эти все фильмы, конечно, они потрясающие. Больше моим детям, кстати, нравится именно операция И и другие приключения Шурика. Это самое, наверное, прикольное. Девчули мои тут тоже охранница. Охрана не спит, охрана дремлет. Вот, в общем, бриллиантовую руку, конечно же, смотрим. Ну, так очень уютненько, на мой взгляд. Не знаю, без суеты прошел этот Новый год. И мне это очень-очень понравилось. А вот и мой наряд. Вот моя пижама, мои светлые брюки от костюма. По-моему, это, кстати, был костюм от Василька. Светлые носочки еще одела. Тапочки мои, бантики любименькие. И вот эта футболка, которую я купила. Очень, кстати, удобная, классная. Но какой же это XS? Это не XS, это вот прямо S, мне кажется, вообще отлично. Так что вот такой вот у меня образ на Новый год. И мне, кстати, очень понравилась идея с новогодними пижамками на Новый год. И я думаю, что это теперь у нас будет традиция. Здесь я уже сервировала стол. Стол вот так вот красиво, пока без блюда он у меня выглядит. Мне очень, ну, мне нравится, как я все делаю. Сова себе не похвалишь, никто не похвалит, да, девочки? Вот. И здесь уже стол непосредственно с блюдами. Конечно же, икра, которую я купила, достаточно дорогая, но безумно вкусная. Вот прямо оценила цена икры, ее качество, прямо потрясающе. Рыбка. Вот этот тунец, боже, какая-то вкуснятина, девочки. Но я, как и любитель рыбы, конечно, заценила. Очень красная это у меня муж делал, и белая это масляная. Вот салатик оливье в таких корзиночках. Очень, кстати, нам понравилась такая подача. Оливки черные, маслины, да, также зеленый, имбирь, конечно же. Еще там был морской коктейль, я пропустила, да, забыла про него сказать. И здесь у меня роллы, которые сделал мой муж, просто огурец и сыр. А вот это попросили у меня дети. Это просто такие мини-бутербродики, канапешечки. И здесь тоже салатик оливье. По блюдам, конечно же, достаточно просто, но икра вытягивает всю цену стола, девочки. Икра и рыба. Это, конечно, такое одно из самых дорогих на нашем новогоднем столе. И шампанское. Вот это, боже, какое оно вкусное. Это, конечно, не мартини. Да, я согласна, это не то же самое, что мартини, но безумно вкусное. Называется оно Асти. Сладкое. Вот прям все, как я люблю. Очень-очень вкусное шампанское. Мы прям с удовольствием выпили его. Вот так что вот такой вот у меня получился новогодний стол. Сели мы достаточно поздно, практически полдвенадцатого где-то проводили. Старый Новый год, встретили Новый год, да. Вот, ну икра, это, конечно, да, это отдельное моё удовольствие. Очень люблю всё это. А это девчули у меня, чтобы они не попрошайничали особо около стола. Вот как раз мы им тогда купили две вот такие косточки. Тапочки мои, конечно же, красивые. Вот сейчас им раздадим. Вот, ну и как всегда, все слушали поздравления президента. Девчули мои тоже как бы слушали, работая при этом, грызя косточки. А вот этот бардак, это у нас уже к нам приходила кошка-гунечка. Все у нас собрались. К нам уже приходил Дед Мороз, раздал подарки, можно так сказать. Это лего у меня. Сын начал младше собирать вместе со старшим. Конечно же, бой курантов. Загадывайте вы желание или нет. Вот, я не всегда, я не знаю почему, но вот как-то так. Вот видите, все у меня прямо одели пижамки, прям красота. Обычно не заставишь нарядиться моих мальчишек. Ну и после 12 мы вышли выпускать наш салют, наши петарды, которые мы купили в ленте. У нас вот этот салют накренился, когда начал выпускать. И взорвался прямо перед домом с соседями, точнее прямо над крышей. Благо их не было дома, слава богу. Потому что поссориться в новогоднюю ночь с соседями тоже не особо хочется. Вот, но мы следили, чтобы муж у меня там все залезал, посмотрел, чтобы не дай бог что. Конечно, мы со всем этим обязательно следили. А вот сейчас третий не зажглась, да? Не, 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 не. еще повзорвали хлопушки которые не сразу у нас взорвались в общем весь двор теперь у нас в этой штуке конечно зря я это купила ничего нельзя сказать кстати бенгальские огни мы же в ленту тогда ездили 30 числа их там так и не оказалось вот почему-то так что ну и после этого мы немножечко еще посидели и пошли спать легли в два часа для нас на самом деле это прям даже поздно обычно намного раньше садимся за стол и и намного раньше ложимся спать ну а вам я конечно же хочу пожелать всего самого лучшего в новом году хорошо провести эти праздники и чтобы у вас было много здоровья все остальное приложится главное здоровье и счастья море улыбок отличного настроения хорошо провести время обязательно в эти новогодние праздники то чем занимается пишите я на самом деле ничего сейчас не делаю новогодние праздники особо не планирую вот такая вот красота у меня теперь во дворе девочки здесь еще вот такую маракету запустили 1 2 2 у нас их всего было и до весны вот это вот все останется сейчас снегу нет смысла собирать вот эти все блестки хорошо что я хоть не разрешила это все взрывать дома потому что это был бы кошмар на мой взгляд но было весело на самом деле ладно по весне все равно всякий мусор нужно будет убирать собаки у меня не боятся не салют не фейерверк правда когда мы запускали во дворе сами мы их оставили дома на всякий случай коты тоже на самом деле не особо вообще все не особо у нас это дело все боятся вот ну это и хорошо бон так вообще нормально реагирует на всякие взрывы фейерверки и тому подобное так что отлично конечно же все соседи все кто приехал все кто живет у нас круглый год все запускали салют и но очень здорово это очень классно один был там вообще такой красивейший салют я к сожалению не засняла но наверное многих так вот так что вот уже час сорок и мы собираемся только спать уже потихонечку весь каспер возмущался почему мы до сих пор не спим греет тут видите ли кровать а никого нет вот так что девочки еще раз хочу пожелать вам всего самого лучшего хорошего настроения обязательно все у нас будет хорошо уже сохраняя тут свою косточку вот но я на сегодня буду с вами прощаться надеюсь вам понравилось такое видео было для вас интересным всех люблю целую и до новых встреч